Круглый стол, посвященный обсуждению предложения о перспективных территориях для развития бизнеса и мер их поддержки, прошел в Петропавловске на площадке выставочного центра 20 мая. Мероприятие состоялось в рамках 12-го съезда предпринимателей Камчатского края. Модератором и главным инициатором дискуссионной площадки выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В обсуждении важных тем приняли участие члены правительства, представители муниципальных органов власти и предприниматели. Сегодня я буду, конечно, бороться за то, чтобы предоставляли землю под жилье в самые короткие сроки. Как это предоставлялось раньше в Советском Союзе, мы в течение 20 дней получали землю под проектирование строительства. И на этой земле строили, а на сегодня ввели вот эти аукционы разные. Это сейчас еще сделали там масштабно, что ускорено, но это все равно очень долго. Если мы это не сделаем, то крах Камчатки будет. Поэтому мы сегодня и собрались на этот съезд, решить этот вопрос, внести эту резолюцию дальше, и чтобы это было на благо жителей Камчатки. Программа «Круглого стола» состояла из трех главных тем. Первая – это презентации реестра муниципального имущества и земель, свободных для предоставления бизнесу. В этом контексте поднимались вопросы и предложения, связанные с возможностью получения перспективных территорий для развития камчатского бизнеса. Второй блок программы был посвящен мерам финансовой поддержки. Мы сегодня хотим увидеть, чтобы наш бизнес ушел отсюда, понимая, что и мы, как сообщество, и правительство края дает сегодня бизнесу максимально возможные ресурсы для того, чтобы они смогли реализовать себя, получить поддержку от края. Бизнес должен уйти сегодня осведомленным. Активное участие бизнесменов в обсуждении вопросов, связанных с перспективными территориями, со строительством, с развитием инфраструктуры и другими важными составляющими развития бизнеса, дает возможность представителям власти услышать существующие проблемы и найти пути их решения. Сегодняшняя повестка мероприятия, она, безусловно, очень актуальна, потому что касается практики работы с бизнесом, это тема, которая очень часто затрагивается самим бизнесом. Действительно, земля – это очень актуальный вопрос, и довольно-таки много сложностей возникает у бизнеса по получению этой земли, по ее использованию. Я надеюсь, что сегодня в ходе дискуссии с предпринимателями мы сможем затронуть наиболее частые вопросы, частые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и предложим либо варианты решения, либо подскажем алгоритмы, как бизнесу действовать для того, чтобы разрешить те сложности, которые у них могут появиться в результате своей деятельности. Мы хотим понять, насколько те мероподдержки, которые сегодня представляются, они эффективны, определить новые пострадавшие отрасли, в которые требуется какое-то бюджетное вливание или, может быть, госучастие в таких проектах, и сформировать по итогу данного мероприятия предложения, которые влягут в основу резолюции на пленарном заседании с губернатором Камчатского края. Региональным отделением опоры России будут сформированы предложения по итогам круглого стола, которые лягут в основу резолюции съезда предпринимателей. Вместе с этим региональное представительство крупнейшего бизнес-объединения в стране регулярно направляет в правительство края предложения по улучшению законодательства в сфере поддержки малого бизнеса и всегда отзывается помочь в организации и спонсорской поддержке событийных краевых мероприятий и социальных программ. Ярким примером служит изготовление карты жителя Камчатки. С октября 2021 года опору России на Камчатке возглавляет представитель ООО «Парк Тривулкана». Министр экономического развития Андрей Гончаров подчеркнул важность подобных встреч. Непосредственное взаимодействие представителей муниципальных органов власти и предпринимателей Камчатского края дает надежду на осуществление всех поставленных задач, что в свою очередь ведет за собой развитие предпринимательской деятельности в регионе. Мы работаем не только в рамках съезда с активом бизнес-сообщества. У нас как раз вчера проходила дискуссия по поводу контрольно-надзорной деятельности. Поэтому я вижу, что бизнес сегодня заинтересован. У бизнеса огромное количество вопросов и замечаний, в том числе по отношению к органам власти. Участники «Круглого стола» обсудили вопросы, связанные с масштабными инвестиционными проектами, развитием территории, опережающего развитие, доступностью земель для бизнеса и другие важные темы. Напомним, «Круглые столы», посвященные возможностям для камчатского бизнеса, проходят с 12 по 27 мая в рамках 12 съезда предпринимателей. Редактор субтитров А.Семкин